Я бы рекомендовал родителям поменьше, так сказать, залюбливать свою молодежь, поменьше им давать денег. Считается, что любовь родительская – это чтобы у ребенка все было. Я считаю, что главное, чтобы у него было немножечко мозгов, а также у родителей. И вот кидать его, что называется, как человек, который не умеет плавать, в воду, для того, чтобы он сам пытался научиться плавать. Молодой человек должен научиться зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги он может научиться только, делая дело, которое знает и любит. Поэтому он будет искать. Понимаете, когда ты сидишь, у тебя все есть, тебе родители купили компьютер, дали карманных денег на пиво, ты не будешь чего-то добиваться. Если у тебя ничего нет, но есть любящие, хорошие родители, которые желают тебе хорошего, но при этом ты понимаешь, что они не будут твои прихоти выполнять. Хочешь, не хочешь, придется крутиться, придется работать. Я преподавал в Московском государственном университете. Я могу сказать, что самые лучшие такие студенты, целеустремленные, они либо приехали из провинции, либо это те студенты, которые знают, что за них никто ничего не будет делать. Им либо сидеть, кушать сосиски и лузгать семечки в подъезде, сидеть в компьютере, либо самим развиваться, добиваться, пытаться куда-то устроиться. Вот, в принципе, и все. Иного пути нет. Кстати, в крупных, богатых цивилизованных странах, в общем-то, так и поступают. Даже очень богатые люди стараются своим детям чуть-чуть назначить какое-то пособие, а дальше, ребята, развивайтесь сами. Когда у вас будет побольше ума, мы, может быть, вам передадим управление какими-то частями, корпорации. А пока, извините, мойте посуду в Макдональдсе, развивайтесь, работайте. Чем больше у тебя руки будут заняты, тем меньше у тебя дурная голова, если у кого дурная голова, будет искать себе приключений на одно место. Спасибо.